Отчет правоохранительных органов САГДА Рустами Эмамали усиливает работу с коррупцией Дочь Эмамали Рахмона теперь будет отвечать за права человека в Таджикистане Совещание Эмамали Рахмона с руководителями силовых ведомств За 6 месяцев текущего года сотрудниками правоохранительных органов САГДИЙСКОЙ области на севере Таджикистана были задержаны 130 человек, обвиненных в причастности к так называемым экстремистским организациям Об этом на встрече с журналистами заявил начальник управления МВД Таджикистана по САГДИЙСКОЙ области генерал-майор милиции Шариф Назарзада По его словам, в настоящее время в розыске по подозрению в терроризме и экстремизме находятся 349 человек, жителей САГДА Отметим, после рабочей поездки Эмамали Рахмона по САГДИЙСКОЙ области, которая состоялась в конце марта 2016 года и в ходе которой он потребовал у силовых структур САГДА усилить борьбу с инакомыслием, участились подобного рода отчеты о проделанной работе и резко возросло число задерживаемых по обвинению в так называемом экстремизме и терроризме Руководитель агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Рустами Эмамали на состоявшемся заседании в Душанбе 14 июля 2016 года потребовал от подчиненных усилить борьбу с коррупцией Как сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства, на заседании коллегии были обсуждены вопросы борьбы с преступлениями, связанными с присвоением государственных средств со стороны отдельных чиновников, проведение антикоррупционных профилактических мероприятий. Напомним, что сыну президента Таджикистана Рустами Эмамали еще в 26-летнем возрасте было присвоено звание генерал-майора. Требования со стороны сына Рахмона по усилению борьбы с коррупцией выглядят как минимум комично, ведь известно, что семейство таджикского тирана еще в 2010 году попало в самые крупные коррупционные разоблачения со стороны группы Викиликс. В документах, опубликованных в Викиликс, говорилось, что все крупные предприятия в стране работают во благо семьи Рахмона. Примечательно также и то, что по данным Международной организации Transparency International, Таджикистан занял 136 место среди 168 стран в мире по индексу восприятия коррупции. Руководитель исполнительного аппарата президента Таджикистана Озада Рахмон в ходе седьмой сессии Маджли Семилли, Верхняя палата парламента, Маджли Сеоли, Республики Таджикистан, прошедший на прошлой неделе в Душанбе, было избрано председателем Комитета Верхней Палаты парламента по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности. Наблюдатели отмечают быстрый карьерный рост членов семьи Рахмона. Примечательно то, что его сын возглавляет агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, в то время, когда семья Рахмона занята расхищением народных средств. Теперь его дочь возглавила Комитет по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, в то время как режим Рахмона жестоко подавляет стране инакомыслия, игнорируя и нарушая по своему желанию любые законы. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, 18 июля 2016 года, Имам Али Рахмон провел рабочее совещание с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов страны. В совещании приняли участие секретарь Совета Безопасности, председатель Верховного Суда, генеральный прокурор, министры обороны и внутренних дел, глава Госкомитета национальной безопасности, главы антикоррупционного и антинаркотического агентства КЧС Таможенной службы. В ходе совещания были обсуждены вопросы обеспечения безопасности государства и нации, верховенства закона, укрепления государственной границы, борьбы с преступностью, в частности с незаконным оборотом наркотиков. Следует отметить, что встреча Имам Али Рахмона с силовиками была организована после событий в Турции и Армении, то есть после неудавшейся попытки переворота. По всей видимости, эти события всерьез озадачили тирана Рахмона и его окружение, вынудив их задуматься о своей дальнейшей судьбе и предпринять дополнительные меры по безопасности. Большинство экспертов и политологов придерживаются мнения о том, что страны Центральной Азии на данный момент похожи на бомбу с часовым механизмом, которая в любой момент может быть приведена в действие. И Таджикистан при сегодняшней политике режима по закручиванию гаек в стране является ярким тому примером.